Я лично знаю людей, которые могут задерживать дыхание на часы, это факт, то есть как бы есть мастера, которые это демонстрируют. Один из моих учителей, он как бы демонстрировал прилюдно, когда в колодец, то есть выкапывали яму, он садился, ему на плечи жерди ставили так, чтобы тело не всплыло и потихоньку его заливали водой полностью с головой, и он там то ли час, то ли два, короче много. В этой воде под водой сидит, но еще раз повторюсь, это вот, я благодарен как бы своей судьбе, то что меня карма с этими людьми свела, потому что это не конец. Если вы не станете после состояния самадхи на путь бодхисаттвы, грош цена вашему достижению вообще, то есть вот все страсти, они все равно к вам вернутся. Пожалуйста, запишите, после самадхи страсти к вам вернутся. Выход – это путь бодхисаттвы, то есть когда вы начинаете, когда йог живет не для себя, там для окружающих, хотя бы там своей семьи, пусть такая эгоистичная, понятная цель, я буду жить ради своей семьи. Многие матери устраивают себе жизнь, когда живут там ради детей, дети-дебилы растут, она и для них живет. Вот это вот для него такая, знаете, форма служения, так сказать, миру. Но я вам рекомендую, конечно, тратить время на более совершенные вещи. В очередной раз скажу, что преподавание йоги для вас может быть лучшей формой жизни на этой планете. Можете мне верить, можете нет, но только в будущем, когда вы сами на пути йоги, задерживаете хотя бы лет на 15-20, посмотрите на окружающий мир и накопите определенную статистику, как жизнь складывается у ваших там друзей, знакомых, и вот как у вас сложилось. Если вы искренний йог, если вы будете прикладывать усилия, вы никогда не пожалеете, что на этот путь встали. Никогда, это невозможно. Потому что мало того, что у вас в этом мире будет все хорошо, то есть вы будете жить, вот как Катя говорит, защита, да, Катя? Под защитой. Хвала богам защитникам, они действительно помогают и поддерживают. Но самое главное, это гарантированная будущая жизнь. Вы, говоря по-современному, работаете на свое будущее. Все хорошее, то, что вы отдаете людям, это же вам и вернется. Потому как люди, которые к вам пришли в зал, они пришли по двум причинам. Это или ваше прошлое, или ваше будущее. Понимаете? То есть вы или отрабатываете карму, отдавая людям долги, или накапливаете новую позитивную, что вы людям даете возможность встать на путь здравомыслия. Это очень важно. И Патанжали, он четко, очень сконцентрированно объяснил, как людям двигаться на пути саморазвития, чтобы прийти к этому самадхе. Но, к моему большому сожалению, не говорят, что происходит у этих самадистов потом. Что они потом могут опять стать обычными людьми. Если, как бы сказать, не займутся именно служением миру в широком смысле этого слова. В этом основная парадигма. Поймите, в чем разница. Когда вот человек занимается эгоистичной йогой ради того, чтобы изменить свою карму, ну хорошо, он изменил. Все, достигнут этой цели. Но потом все, если он будет жить дальше, все к нему опять все эти страсти придут обратно. Я видел самадистов, которые там от ревности страдают очень сильно. Я видел самадистов, которые от похоти страдают очень сильно. Ну и там всякие такие нехорошие вещи. Поэтому еще раз повторюсь, если вы не станете на путь бодхисаттвы, грош цена вашему самадхе. Вот именно после этого самадхи желательно жить уже не для себя, а пытаться служить окружающему миру в той или иной форме. У каждого это служение будет свое, но просто имейте это в виду.